Здравствуйте! Какие новые налоговые льготы предоставляются при исчислении имущественных налогов? Кто может ими воспользоваться? Об этом нам расскажет начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Сидорова. Эфир прямой. Вопросы задавайте по телефону 202 11 22. Звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Татьяна Викторовна. Предлагаю начать сразу с многодетных семей. Что-то меняется? Вы говорили в 2018. Да, да. Вступили в силу изменения в налоговой кодекс, то есть согласно посланию президента, многодетные семьи, начиная с 1 января 2018 года, освобождается от уплаты земельного налога в размере 6 соток на земельный участок, независимо от вида разрешенного использования. И многодетные семьи еще освобождаются налог на имущество. Но опять же здесь получается, что исходя из кадастровой стоимости 5 квадратных метров квартиры или комнаты на каждого ребенка, или же 7 квадратных метров в жилом доме, опять же, на каждого ребенка. Кто у нас многодетные семьи? Многодетные семьи, я хотела бы подчеркнуть и не раз, потому что это родители, имеющие деток до 18 лет. Да, у нас существуют семьи, где дети учатся на дневном отделении и, как правило, им становятся уже больше 18 лет и 21, и 23 года. Тем не менее, в законе прописано, что до 18 лет. То есть обучение не учитывает студента, возраст. Да, совершенно верно. У нас сейчас, на данный момент, в базе данных налоговых органов, где-то порядка 7-8 тысяч именно в свете не о многодетных семьях. То есть это те люди, которые уже заявляли, как дали бы льготы. Это в основном Самара и Тольятти, то есть Самара – это налог на имущество, земельный налог. И Тольятти – это земельный, простите, налог на имущество. Еще у нас льготы были заявлены по транспортному налогу. Это 110 лошадиных сил, легковые автомобили и 150 – это автобус. Эти свете у нас есть. Этим налогоплательщикам заявление представлять не нужно. Но есть и семьи, это в основном сельские семьи, где все-таки надо позаботиться о том, чтобы как бы сохранить свой бюджет, можно сказать и так немножко, предоставить заявление и предоставить документы, подтверждающие право многодетной семьи. Опять же хочу подчеркнуть, что в случае, если налогоплательщик не представляет этот документ, это его право. Но в этом случае он обязан представить, вернее, свое согласие дать на обработку персональных данных для того, чтобы налоговые органы смогли запросить и в органах судзащиты сведения, является ли эта семья многодетная. Мы часто говорим о заявительном порядке на льготы. Здесь появился новый термин – проактивный порядок. Что он означает и на кого распространяется? Проактивный порядок распространяется на достаточно обширную льготную категорию. То есть это, получается, у нас пенсионеры, это инвалиды, это опять те же самые многодетные семьи. В этом году у нас будут предоставляться сведения из пенсионного фонда и с органов соцзащиты. То есть эти сведения будут вноситься в автоматическом режиме в нашу программу для того, чтобы льготу предоставить автоматам, то есть без участия налогоплательщика. И здесь еще хотелось бы сказать, что если налогоплательщик уже когда-либо заявлял, подавал заявление на льготу, второй раз его подавать не надо. Если, ну, допустим, та же самая категория пенсионера, но не была у них льгота по земле, а потом так получилось, что с 1 января 2017 года мы предоставили льготу по земле. А пенсионер уже писал заявление о том, что он является льготником по налогу на имущество. Соответственно, налоговый орган представляет автомат и моему льготу по земле. Я напомню, что у нас прямой эфир, телефон 202-11-22. Звоните, задавайте свои вопросы по налогам на имущество и другим земельным и транспортным налогам. Какие еще изменения вступили в силу с 2018 и будут при исчислении за 2018 учитываться? С 2019, а за 2018 учитываться? Ну, в первую очередь, это еще касается земельного налога. То есть, если у нас в прошлом году это коснулось налога на имущество, в этом году будет касаться земельного налога. Напомню, что налог на имущество у нас рассчитывался в прошлом году, исходя из 10% роста суммы налога, который был исчисленный за предыдущий период. То есть, если за предыдущий период был, допустим, исчисленный налог в 1000 рублей или в 500 рублей, то в следующем году, то есть за 2017 год, сумма налога составила 110, ой, простите, 1100 рублей, то есть 1100, простите, на 10% выросла. И так далее. То есть, такая же норма вводится и по земельному налогу. То есть, коэффициент 10% вводится по земельному налогу, и он будет учитываться в случае роста кадастровой стоимости, но пока у нас этого не будет в этом году. У нас не будет массового пересмотра кадастровой стоимости, поэтому не будет роста. Но, если такое случилось, и вдруг пересмотрели кадастровую стоимость, ну, тогда 10%, не более того. О том, как узнать о ставках и льготах по налогам, мы сейчас перейдем к этой теме дальше. Посмотрим сначала ролик, и потом продолжим разговор. Имущественные налоги устанавливаются региональными и местными органами власти, и поэтому размеры ставок и льготы зависят от местонахождения имущества. Вы можете получить подробную информацию о них по каждому муниципальному образованию на сайте налог.ру. В специальном сервисе справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. Для этого выберите вид налога – транспортные, земельные налоги или налоги на имущество организаций или физических лиц. Укажите налоговый период и муниципальное образование. Система выдаст информацию о законах субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые устанавливают налог на соответствующие территории. В соответствующих документах содержится подробная информация о всех элементах налогообложения, ставках, сроках уплаты налога, местных и федеральных льготах и документах, которые необходимо представить для подтверждения льгот. Обратите внимание, что федеральные льготы применяются на всей территории Российской Федерации и не могут быть отменены решениями региональных и местных властей. При помощи этого сервиса вы можете самостоятельно и быстро узнать информацию по имущественным налогам в любом месте нашей страны. Пользуйтесь! Желаем успехов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Если теплица, стационарная теплица, которую уже не сдвинешь ни с чем, в общем-то на года рассчитанная, стоит и она зарегистрирована в Росреестре, имеет кадастровый номер, кадастровую оценку, в этом случае мы начисляем налог. А если надо, то стоит разборная теплица, которая не зарегистрирована, опять же. И у нас отсутствует основание для отчисления суммы налога. То есть я хочу сказать, что именно регистрация... Является таким важным элементом. Да, не только важным элементом, это в принципе добровольный порядок носит регистрация. Поэтому если налогоплательщик не зарегистрировал, ну... Сейчас же прошло разделение на дачные и садово-огороднические какие-то. В связи с этим нет никаких изменений? Таких изменений это одно и то же. То есть у нас, по-моему, 217 в ФЗ, там прописано, что дачные участки приравниваются к садово-огородничным. Поэтому никаких изменений касательно ставок и льгот ничего не будет. Но изменилась форма налогового уведомления. На что теперь нужно обращать внимание и в чем, собственно, эти изменения? Да, форма налогового уведомления изменилась. То есть будет рассылка уже новых налоговых уведомлений. Следует обратить внимание, в первую очередь, на то, что форма налогового уведомления не предусматривает информации о тех объектах, на которые предоставлены льготы в 100% объеме. Этих объектов больше не будет. И если раньше мы направляли налоговое уведомление, оно стояло в трех частей. То есть первая часть это было само уведомление, то есть там были прописаны сумасчисленного налога, объекты и так далее. То есть качественные характеристики объекта. Второй лист это был платежный документ. И третий лист это было заявление налогоплательщика. С этого года у нас будет уже упрощена форма налогового уведомления и платежный документ уже будет находиться под каждым разделом в самом уведомлении. То есть транспортный налог, сведения об объектах, платежный документ, налог на имущество, реквизиты платежного документа. В общем, все упрощается, все становится гораздо проще. Чтобы не было путанности, чтобы человек понимал, когда он получает платежный документ, ему не совсем понятно, к чему же это относится. А здесь будет предельно ясно и понятно. Ну, кроме того, можно заплатить, внести так называемый авансовый платеж. Это тоже такое некое упрощение, чтобы по каждому полу, кто не заворачивается, там будет автоматически перечисляться вот эта сумма уже на какую-то. А вот если внесешь один, допустим, там 1500 рублей, не хватит на все, и получается, что ты один налог заплатил, второй там наполовину, а третий вообще не заплатил. Вот как это все будет регулироваться? Ну, во-первых, это будет, у нас авансовые платежи зачисляются по определенным реквизитам, то есть это, как бы, простите, АКТМО сельского поселения, именно где находится земельный участок или объект недвижимости, и зачисляется туда. То есть при авансовом платеже обязательно попадает туда, куда надо. Когда наступает срок уплата, ну да, если не хватает человеку, ну, здесь уже начинаются меры принудительного взыскания, если налогоплательщик не доплачивает. А если полностью перекрывает, то, в общем-то, не о чем беспокоиться абсолютно. Очень много возможностей есть по оплате налогов, но до сих пор кажется, что все их не знают, вот все возможности. Вот мы уяснили про личный кабинет, что можно через личный кабинет заплатить еще как, если, допустим, и доступ забыт в личный кабинет, еще какие-то проблемы возникли. Ну, с этим проблем в принципе не должно быть, потому что у нас с прошлого года работает новый сервис, можно заплатить налоги с помощью карты, то есть как заходишь в обычный интернет-магазин, вводишь реквизиты карты, сумма налога, пошагово там достаточно просто все расписано, вводишь код, который расположен на задней стороне карты, все, оплата прошла. То есть таким образом можно заплатить и за себя, и за жену, и за детей, и за родителей. То есть платежи у нас лягут так, как была оплата. Возникают вопросы по сумме оплаты, по сумме налога, да, если вот гражданин не согласен с этой суммой, вот в таком случае что делать, куда обращаться, и как самому вообще можно ли вот предварительно как-то рассчитать? Да, конечно. Во-первых, у нас есть налоговый калькулятор, который находится на сайте, это минуя личный кабинет, то есть можно именно ввести определенные реквизиты, то есть у каждого объекта есть свой катастрофный номер, так же, как у автомобиля, есть лошадиные силы. И с помощью реквизитов, то есть зная катастрофный номер, можно просчитать сумму налога. То есть там вбивается катастрофный номер в этом сервисе, потом выбирается квартира, это или дом, и так далее, и тому подобное. То есть там все по шагу, все предельно просто. А с личным кабинетом вообще замечательно, просто нажимая на пиктограмму именно того объекта, который принадлежит налогоплательщику, а внизу он видит сумму рассчитанного исчисленного налога, то есть формула расчета, все там прописано, все замечательно. Вот если предварительный расчет не совпадает с тем, что ты получил в уведомлении, что и в меньшую или в большую там пользу, что делать? Ну, как правило, в меньшую. Да, вряд ли, а вот в большую. Больше обычно налогоплательщик недоволен, естественно. Поэтому в случае несогласия налогоплательщика, он может обратиться в налоговый орган через личный кабинет, может обратиться через сайт налог.ру, может обратиться письменно, может обратиться через МФЦ, пожалуйста, обращайтесь. Мы разъясним. Ну, такие случаи бывают. А если действительно при расчете получается, что налоговый неправильно рассчитал, то как это возмещается как-то ущерб? Вот этот вот, если уже оплачен, допустим. Да, если налоговая служба случилась такое и рассчитала неверно, то есть неправильно применили или налоговую базу, или ставку налога, в этом случае происходит перерасчет, и налогоплательщик правит или вернуть сумму переплаты, или же зачесть в последующие периоды. А пока посмотрим ролик, как правильно рассчитать свои налоги при помощи калькулятора, и продолжим разговор. Ежегодно налоговая служба направляет налоговые уведомления, в которых указываются исчисленные налоговым органом суммы налогов к уплате. Однако вы можете самостоятельно рассчитать размеры транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество с помощью налоговых калькуляторов, которые представлены в разделе «Сервисы» на официальном сайте ФНС России налог.ру. Это поможет вам предварительно рассчитать, какой размер налога вы должны будете уплатить, например, за принадлежащую вам квартиру, земельный участок или автомобиль. Для расчета транспортного налога выберите регион, укажите налоговый период, то есть конкретный год, за который производится расчет, количество месяцев владения в течение этого года, вид транспорта и мощность двигателя, или при необходимости другие характеристики, а также льготу. Система предоставит вам всю необходимую информацию, включая ставку и сумму налога. Для расчета налога на имущество физических лиц или земельного налога необходимо выбрать налоговый период, субъект Российской Федерации, в котором расположен объект недвижимости, указать его характеристики, кадастровую и инвентаризационную стоимости, или только инвентаризационную, в зависимости от того, как в субъекте осуществляется налогообложение недвижимости. Для имущества указать вид объекта, например, квартира, дом, гараж и другие сведения для расчета налога. Если каких-то данных недостаточно, то вы можете их найти в других сервисах или источниках, например, налоговые ставки и льготы в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте налог.ру, а кадастровую стоимость на сайте Росреестра. Сервисы очень простые и удобные. Пользуйтесь. Желаем успехов. Напомню, что у нас прямой эфир задавается свои вопросы по телефону 202-11-22. Тема «Имущественные налоги». Я хотела бы уточнить, есть ли объект, за который ты платишь налог, уничтожен? Это может быть там и машина, и дача, не дай бог, и что-то еще. Что делать в таком случае? Ну, не уничтожен, просто это называется гибель объекта. В этом случае налогоплательщик приходит в налоговый орган, приносит документ, подтверждающий то, что действительно случился пожар, или там, я не знаю, наводнение, землетрясение. Там много разных жизненных ситуаций, когда действительно происходит так, что объект прекратил свое существование. Пишет заявление в свободной форме, прикладывает документ, и налоговая служба прекращает исчисление налога с момента гибели объекта, то есть месяца гибели объекта. У нас существует еще такая категория налогоплательщиков, которым не посчастливилось, скажем так, и у них было угнано транспортное средство. Если раньше с года в год приходилось подавать заявление, приносить документы, что транспортное средство не найдено, с этого года, простите, с 1 января 2018 года, налоговая служба будет исчислять налог только в том случае, если транспортное средство возвращено. Да, может, транспортное средство, но есть какой-то определенный период розыска, розыск прекращен, транспортное средство не снято, но, тем не менее, налогоплательщикам не пользуются, поэтому транспортный налог не начисляется. У налогоплательщика есть возможность еще выбирать объекты, за которые платить, вот и скольки-то. Что-то в этом отношении меняется? Сроки? Да. Или какие-то формы? Во-первых, у нас существует такой порядок, он уже заложен у нас автоматически, что можно заявить о выбранном объекте, на котором хотелось бы получить льготу, а можно не заявлять. То есть льгота у нас представляется автоматически на тот объект, у которого большая сумма исчисленного налога. Но поскольку налогоплательщика существует как обязанность, так и права, одно из прав заключается в том, что он может выбрать себе объект. Если в прошлом году, вернее, до 1 января 2018 года, у нас это было 1 ноября, то есть он мог подать один раз такое заявление, то теперь это 31 декабря. Объясню почему. То есть случается так, что налогоплательщик приобретает объект уже после 1 ноября, и он большей стоимостью, или же по каким-то другим причинам налогоплательщик хотел получить на этот объект, а он уже не может получить, он уже льготу заявил. Поэтому правительство пошло навстречу таким налогоплательщикам, и срок был передвинут с 1 ноября на 31 декабря. До конца года. А что касается сроков подачи документов многодетных семей, там он определен как-то? Законодательно это не определено, но хотелось бы обратить внимание, что мы начинаем исчисление, массовое исчисление имущественных налогов, это начало июня. И хотелось бы, чтобы налогоплательщики уже получили вовремя эту льготу, для того, чтобы лишний раз не обращаться, и получив налоговедомление, ну как бы посмотрев на сумму налога и удивиться, где же моя льгота. Вот, поэтому лучше подать заявление до 1 июня. Понятно. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь и задавайте свой вопрос. Алло. Говорите, да. Здравствуйте. Добрый вечер. У нас информация интересная. У нас квартира в собственности есть, а налог по ней не присылается, не приходится и ничего. И в личном кабинете, значит, она вообще никак не фигурирует. Мы пытались задать вопросы, послали информацию, откуда-то с периферии прислали ответ. Нету. Нету чего. Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что в первую очередь налог начисляется на основании сведений Росреестра. Если в базе данных нет налогооргана, нет именно сведений об объекте, в вашем случае это квартира, значит, налог не начисляется, и этот объект не отражается в личном кабинете налогоплательщика. Ну, в первую очередь, здесь, я так думаю, что надо все-таки решать вопрос Росреестра. Если Росреестра вам подтвердит, что действительно эти сведения были, направлялись в налоговый орган, здесь уже, как бы, будем решать мы, почему эти сведения не поступили, почему они у нас отсутствуют в базе данных, в общем-то. Пишите. Как я уже говорила, личный кабинет, личный кабинет есть у налогоплательщика, поэтому можно обратиться в управление, мы разберемся с этой ситуацией. Существует такая форма, как единый платеж, относительно новая. Хотела бы вас попросить разъяснить, в чем плюс и как этим вас подходит. Ну, во-первых, у нас срок уплаты это декабрь, это в этом году, это 2 декабря. Многие налогоплательщики, у нас массовая рассылка налогов в этом лени будет где-то в августе в этом году. Но люди уезжают в командировку, люди уезжают на отдых, поэтому есть такая возможность заплатить заранее. Можно заплатить единым авансовым платежом до получения налоговедомления. То есть сумму налога можно просчитать, опять же, по налогу на имущество, это плюс 10% от предыдущей суммы налога. Транспорт налог, он остается без изменений, как он был, так и есть. Земельный налог тоже без изменений. Это легко просчитывается, и уже, опять же, есть такая услуга налоговый калькулятор, и можно заплатить авансовый платеж. То есть он будет лежать именно до тех пор, и никуда он не денется абсолютно, пока не наступит срок уплата. После наступления срока уплаты он будет зачислен именно в уплату того налога, по которому исчислен. Ну, подробности об оплате при помощи единого платежа мы узнаем из ролика, а потом продолжим. С 2019 года налогоплательщики, физические лица могут уплачивать налог на имущество, транспортные и земельные налоги при помощи единого налогового платежа. Вы и даже любое другое лицо можете одним платежным поручением перевести деньги в счет ваших текущих и будущих налоговых обязательств. Для формирования такого платежного документа вы можете использовать электронный сервис сайта налог.ру «Заполнить платежное поручение». Если у вас есть задолженности по налогам, они будут автоматически погашены за счет поступивших средств. При условии достаточности денежных средств, внесенных в качестве единого налогового платежа, вам больше не нужно будет следить за сроками уплаты налогов. При их наступлении налоговые органы самостоятельно проведут платежи. Информация о всех таких платежах будет доступна в вашем личном кабинете налогоплательщика. При необходимости вы можете вернуть ваши деньги в размере незачтенного остатка. Для этого нужно будет подать заявление в налоговый орган, который в течение одного месяца произведет возврат денег. Единый налоговый платеж экономит ваше время, уменьшает вероятность ошибки при заполнении только одного документа вместо нескольких, и гарантирует своевременное исполнение налоговых обязательств. Пользуйтесь, это очень удобно. У нас есть еще один телефонный звонок. Послушаем. Добрый вечер. Задавайте свой вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. У вас беспокойся, Анатолий Николаевна. У нас дача была в Улыжском районе. Мы продали еще три года. Налоговый нам все шлют. Но здесь может быть только одна причина. Вы продали дачу просто по простому договору, не обращаясь в Росреестр. То есть для того, чтобы было прекращено исчисление налога, надо в обязательном порядке сходить в Росреестр и снять с регистрационного учета, то есть поставить на регистрационный учет на нового пользователя, то есть регистрация права, а предыдущему проставлять с прекращением права. После этого мы прекращаем исчисление налога. Но не обязательно сейчас в Росреестр, можно в МФЦ сходить. Это намного проще. Это проще. Очень хорошая форма обращения. К нам в редакции тоже поступают звонки от пенсионеров, которые переживают за то, что у них участок больше, чем из шесть соток. В таком случае как ведется исчисление налогов и если земля, допустим, расположена в таких дорогих местах, как Самара или еще? Ну, здесь у нас получается, что у нас, во-первых, есть федеральная льгота, которая шесть соток для пенсионеров, есть местная льгота, которая также в Самаре распространена шесть соток для пенсионеров. То есть при расчете налогов в первую очередь учитывается, ну, допустим, земельный участок, ну, десять суток. В первую очередь учитывается льгота, которая предоставляется федеральным законодательством, то есть это шесть соток. И оставшиеся сутки уже льготируются по местному законодательству. Поэтому я думаю, что не стоит беспокоиться, льгота будет предоставлена в полном объеме. Налоговые льготы меняются, а всю информацию где можно узнать, чтобы понять, есть у тебя это льгота, нет? Да, льготы меняются, льготные категории тоже меняются, поэтому для этого существует сайт налог.ру, и есть такой сервис ставки льготы по имущественным налогам. Пользоваться им достаточно просто, то есть там достаточно выбрать льгот, за который хотела бы посмотреть налогоплательщик, именно есть ли у него льготы или нет. Можно выбрать муниципалитет, где именно находится объект. Можно посмотреть транспортный налог, он у нас региональный, там единый документ, то есть можно посмотреть льготников. Достаточно обширный перечень, то есть у нас где-то порядка 15 категорий льготников, все находится там. Если не уплачены вовремя налоги, вот какой процент пении и вообще вот какие денежные затраты несет такой налогоплательщик, который не вовремя платит? То есть с какого момента начинается начисляться? Пение начисляется с момента, со следующего дня после наступления срока уплаты, это 1,03 ставка рефинансирования. После того, как налогоплательщик все-таки не заплатил, наступают меры принудительного взыскания, то есть вносятся решения, это приставы и так далее, то есть недостаточно неприятные процедуры, поэтому я думаю, что стоит все-таки заплатить вовремя. И я еще хочу обратить внимание на то, что есть такие случаи, когда налогоплательщик заплатил сумму налога и вдруг неожиданно поменялась налоговая база, или же была ошибка при расчете налога, и если налог был уплачен, налоговая служба не имеет права пересчитывать сумму налога. Поэтому при получении налоговедомления, во-первых, надо обратить внимание на сумму налога, чтобы она была не более 10% в отношении налога на имущество, земля, та же самая сумма, что и в прошлом году, транспорт тоже самое, и заплатить все-таки вовремя. Ну, на этой ноте мы и закончим наш разговор. Спасибо за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова